Не на те дороги чиновники направляют деньги, говорят фронтовики, взять хотя бы улицу Мира от Белого дома до проспекта строителей. Ну зачем сюда вбухивать больше 22 миллионов? Проезжая часть, конечно, не без изъянов, но в целом хорошая. Здесь, естественно, конечно, надо снять площадку, верхний слой дорожного покрытия и выровнять, чтобы оно было под ноль. Для исправления колейности нужен всего лишь фрагментарный ремонт, а сэкономленные миллионы можно было направить на дороги, которые действительно нуждаются в обновлении. Деньги надо с умом вкладывать. Это наши с вами деньги. Нет государственных денег, это наши с вами деньги. А это уже проспект строителей и его ремонт от улицы Тракторной до поворота на Белоконскую, по мнению фронтовиков, в этом году тоже необоснованный. Достаточно подлатать дорожное полотно на перекрестках, ну и на участке от Тракторной до Горького. Мы прошли с нашими активистами вот этот участок, который планируется городской властью для ремонта и на который выделено на торги 9,6 миллиона. Мы пришли к выводу, что в принципе вот этот участок перекрестки Мира и Горького надо делать, вот здесь перекресток надо делать, вот. А вот этот участок, ну я не знаю, дорога в хорошем состоянии. Водители в принципе согласны, проспект строителей не нуждается в первоочередном асфальтировании. На какие дороги, на какие улицы в первую очередь можно набрать деньги? Самый первый, это наверное, в Саракатке, как на местном комбинате, там очень плохая дорога. То есть строителей, которые планируют вбухать почти 10 миллионов? Я считаю, что не стоит, поскольку дорога вся в адекватном состоянии. А вот с улицы Спиранского Народный фронт явно не разобрался. Активисты не первый раз выступают за то, чтобы власть сделала здесь дублер Верхней Дубровы, которая стоит в часы пик. При этом активисты явно не понимают, что улица Чапаила тоже встанет, если пол микрорайона 8 Юзе устремится сюда, на узенькую улицу. А что самое интересное, Народный фронт почему-то не готов биться с чиновниками за продление улицы Диктора Левитана всего лишь на несколько сотен метров. Кстати, это продление жителям Юго-Западного района обещали еще лет 10 назад. А вы посмотрите, что нужно там преодолеть. Овраг, ручей, жилые дома. Если быть точнее, частные жилые дома. Там, где улицу Диктора Левитана нужно продлить. Была бы воля ОНФ. А на Чапаева и Василисина многоэтажки. Их жители уже пережили кошмар, когда в 2015 коммунальщики меняли трубы и вскрыли всю проезжую часть, начиная от неврологического диспансера. Тогда водители, недолго думая, превратили в проезжую часть дворы этих домов. Они сквозные. Жителям запрещают перегораживать их шлагбаумами и бетонными блоками. Водители этим пользуются. Машина носится, скорость не сбавляя. Сколько уж тут кошек передавили, я вообще молчу. И дети вот выбегают. На Диктора Левитана, чтобы выезжали. Вот здесь вот даже с детьми погулять, это невозможно. Здесь невозможно перейти, никто не останавливается. Это очень тяжело. А что будет, когда Народный фронт пробьет для водителей юго-западного микрорайона улицу Спиранского, людям даже страшно представить. Они считают, что общественникам больше стоит думать о жителях, а не об автомобилистах.